Дом Надежды Дмитриевой чудом уцелел, а вот два соседних наполовину сгорели. По предварительной версии сотрудников МЧС, виной этому замыкание в электропроводке. Как рассказывает женщина, пожар произошел около полудня. В это время ее не было дома. Позвонили соседи, и она сразу приехала. Вот мурашки по коже. Это кого радует? Это же великое несчастье. Ладно, я и говорю, конечно, некрасиво. Ладно, днем. Сами не загорелись. Сами, самое главное, живые. Вот что главное. Они вот только все сделали. Вот крышу на вес накрыли, все. Вот на этой неделе, выходной, накрыли этот. Вот те, на те, пожалуйста. Вот так случается. Представляете, несчастный случай какой-то. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Спасатели работали по повышенному рангу сложности. Для тушения огня задействовали 97 человек и 37 единиц техники. К месту ЧУП прибыл пожарный корабль Геннадий Яровой. Он подавал воду из реки Самара. Трудность заключалась в том, что недостаточно воды в наружных источниках водоснабжения. Было дано распоряжение о направлении пожарного корабля. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки в доме, который использовался в летнее время. По прописке предварительно проживал один человек, эвакуировался до прибытия подразделений. Погибших, пострадавших нет, сил и средств достаточно. Сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали огонь за полтора часа. Елена Малютина, Григорий Бляшаков. События.